Давным-давно в одной деревне жил да был работник прачечный. У него был небольшой домик и большой сарай, где жили его любимые животные – осёл и лошадь. О, какой утомительный был этот день! Это я должен был так сказать. Я же вьючное животное и ношу грузы. Может быть, но я вожу самого хозяина. Ну, если вы уже отдохнули, давайте отправляться в путь. Каждое утро работник прачечный нагружал чистое бельё, которое он постирал накануне, на спину осла. Садился на свою лошадь и отправлялся в далёкую деревню. Весь день он развозил людям чистую одежду и забирал грязную. Однако осёл, который нёс на себе ношу, очень уставал. Когда он добирался до сарая, то поев, сразу же ложился спать. Хо-хо-хо! Что ты делаешь, осёл? Почему ты всё время хочешь спать? Хо-хо-хо! Я бы лучше побегал по ферме! Конечно! Не ты же таскал на себе все эти тяжеленные тюки с бельём! На следующее утро работник прачечный проснулся очень рано. Он постирал грязное бельё, которое собрал вчера. Теперь можно ехать и собирать по деревне грязную одежду. Работник прачечный вывел своих лошадь и осла из сарая и отправился в путь. Здравствуйте! У вас есть грязное бельё? Ох, как я рада, что вы пришли! Вот это грязное бельё мы собирали всю неделю. Спасибо! Я верну вам всё чистым как можно скорее. Работник прачечный постучал в двери всех домов в деревне. Он собрал много грязного белья почти из пятнадцати домов и взвалил весь груз на бедного осла. Хи-хи-хи! А-а-а! Это уж слишком тяжело! На этот раз хозяин пошёл рядом с ослом, чтобы придерживать груз. Но осёл настолько устал, что не выдержал и сел посреди дороги. Что с тобой, осёл? Ты очень устал, бедняга. Давай-ка немного отдохнём. Работник прачечный лёг под деревом. И-а-а! И-а-а! Эй! Что? Чего ты хочешь? Я просто хотел сказать, что сегодня белья больше, чем обычно. Не мог бы ты помочь мне немного дотащить его? А-а-а! Э-а-а! Извини, осёл, но таскать бельё не моя работа. Хи-хи-хи! Хи-хи-хи-хи! Наконец хозяин встал, и все они снова отправились в путь. Однако не успели они сделать и несколько шагов, как осёл снова упал на землю без сил. Нет, я больше не могу. О, мой бедный ослик, извини, я тебя сегодня очень утомил. На, выпей немного воды. Хозяин снял всё бельё с осла и водрузил его на спину лошади. Осёл сразу почувствовал себя намного лучше. О-о-о! 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 Но на этот раз груз оказался слишком тяжёл для лошади. Надо было с самого начала положить половину белья на спину лошади, чтобы ослу не было так тяжело. Поскольку на этот раз коню пришлось нести всё бельё на себе, когда он добрался до сарая, то настолько устал, что даже не мог есть. О-о-о! Я вёл себя эгоистично, друг мой. Мне очень стыдно. Прости меня, пожалуйста. О-о-о! Теперь ты понимаешь меня, приятель. Помогать и делиться очень важно. И-а-а! Никогда не забывай об этом. С этого дня, всякий раз, когда у хозяина было много белья, он старался разделить груз между собой, ослом и лошадью. Они меньше уставали, и прогулка до деревни и обратно была для них в удовольствии.